Что значит школьный учитель? Я их пробовал в разных аудиториях, в форме лекций, в форме кружковых занятий, в форме школьных занятий, и я надеюсь, что они вам тоже будут полезны в вашей педагогической практике. Мой вообще девиз такой, что надо начинать с чего-то интересного, с чего-то нетривиального, содержательного, но в то же время не очень сложного. Давайте начнем с классического сюжета, с суммирования разных последовательностей. Ну и вот начнем с такой задачи, как найти сумму первых n натуральных чисел. Когда вы рассказываете это школьникам, вы можете упомянуть короля математиков, так называли Карла Гауса, одного из величайших математиков за всю историю, который вот такую задачу при конкретном n решил в 7-летнем возрасте. Знаете кто-нибудь эту историю, примерно? Да. Школьный учитель решил дать детям на весь урок арифметический пример, чтобы они считали, ну а он мог отдохнуть, вот, и там, так сказать, задал посчитать сумму, там чисел, допустим, наверное, от 1 до 100. Ну вот, ну вот, ну вот он надеялся, что школьники будут весь урок считать, а Гаус уже буквально там, через пару минут дал ему ответ. Ну, учитель какой-нибудь, какая у него была реакция? А? Почему? Был ли он рад за юное дарование? Ну вот, да, легенда говорит, что нет, что он очень разозлился и, может быть, даже поставил что-то аналогичное двойке, да? Вот, в общем, ну, никто не знает точно, но вот говорят именно так. Да, детей, конечно, нужно всегда хвалить, да, особенно если они придумывают что-то аховое, там, ну, математики совершают открытия, да, доказывают теоремы, которые еще никто не знает, которые еще никто не доказал, а дети открывают вот вещи, которые на самом деле известны, но им они неизвестны, то есть они совершают на самом деле маленькое открытие. Ну вот, Гаусс совершил такое открытие, он решил эту задачу арифметически, да? Какой метод суммирования здесь проще всего? Первый с последним. Да, первый с последним и так далее, так дети, кстати, очень часто делают, они абсолютно правы, вот, какая здесь возникает маленькая загвоздка при произвольном «э»? Ну, четная и нечетная. Да, четная и нечетная, да, знаете, как можно ее избежать еще? Ну, понятно, да, там числа разбиваются на пары, но в зависимости от счетности n, там, в середине либо будет число, либо не будет, как-то два случая не очень хочется разбирать, значит, Гаусс просто взял и написал ту же самую сумму еще один раз, но в другом порядке. Итак, давайте сложим, то есть n плюс один, n раз, вот, поэтому удвоенная сумма, удвоенная сумма, получается, равна n на n плюс один, вот, ну, а s равно n на n плюс один пополадку. Значит, и никаких случаев разбирать не надо. Значит, ну, давайте поймем эту форму геометрически, какую здесь можно нарисовать картинку. Ну, что-то, наверное, площадь прямоугольника какого-то со стороны n, ну, снизу. Кубики, да, ну, здесь, кстати, задача плоская, да, достаточно квадратиков, да? Хорошо, смотрите, вот один квадратик, вот два квадратика, три квадратика и так далее. Ну, давайте я не буду писать многоточие, да, нарисую какой-то конкретный пример, допустим, 5. Понятно, да, вот мы суммируем, получается что-то плоское, что-то, так сказать, такое треугольное. Ну, и вот как понять, что это n на n плюс один пополам? Ну, давайте прям достроим до квадрата. Всего в квадрате n на n, n квадрат креток, правильно? Что взяли мы? Мы взяли главную диагональ, это n креток, да? И взяли то, что под этой диагональю, правильно? А под диагональю n квадрат минус n пополам. Как раз таки, да? Ну, вот и получается n квадрат плюс n пополам. Согласны, да? Вот. Значит, на что это похоже в геометрии? Этот треугольник практически, да? Ну, если, так сказать, не обращать внимания на эту лестницу, да? Если взять n очень большим, да? Квадратики взять очень маленькими и посмотреть издалека. Тогда получится вот так, правда? А площадь треугольника, это что такое? Это основание на высоту пополам, да? Тут совсем хорошо, он прямоугольный или еще равноведренный, да? Вот. Ну, то есть, вот как раз и получается. Как бы n на n пополам, да? Это главное слагаемое, да? Если вспомнить анализ, да? Главный член вот этой последовательности, это n квадрат пополам. А n растет уже сильно меньше, да? Нежели n квадрат. Вот. Так что... Вот здесь, да. Да. Ага. Вот. Но вы уже почувствовали разницу, да? Вот. Значит, ничего страшного. Значит, то есть, грубо говоря, две последовательности. В общем, это как раз такие понятия, которые надо понимать интуитивно, да? А формалистику, если нужно, я, конечно, наведу. То есть, вот если это в этой последовательности обозначено через a n, да? А вот главный член b n, вот, что означает, что это главный член. Значит, пишут, что они эквивалентны. Если использовать такое обозначение, вот, по определению это... Ну, и n у нас стремится к бесконечности. По-другому n в текст x не может стремиться. Да, это натуральный ряд. Вот. Значит, эта запись означает, что... Кто знает, что означает эта запись? Две последовательности эквивалентны. Что это? Пределы разницы? А вот на самом деле нет. Это пределы... Отношения в крайней единице. Да, именно. Да. Вот это хороший пример, что, так сказать, вот то, что разность равна нулю, да, равносильно тому, что... Для чисел, да, что, так сказать, числа равны, то есть отношения равны единице. Ну, вот, опять-таки, если там не нули, да? Вот. Для последовательности это разные вещи, да? Видите, если взять разность, будет n пополам, стремиться очень даже к бесконечности. Вот. А действительно, это означает, что пределы отношений единица. Вот. Значит, и действительно так, что... Это вот аналог формулы площади треугольника, да? Основание на высоту пополам. Значит, так же, раз уж... У нас все, так сказать, будущие педагоги, да, какая еще важная идея педагогики, да, видеть аналогии. Это, во-первых, полезно, да, видеть похожие вещи в разных, казалось бы, сюжетах. Во-вторых, это очень интересно школьникам. Значит, ну и отчасти им интересно, потому что они осознают эту пользу. Вот эта сумма, да, вот такое выражение встречается, на самом деле, очень часто. Вот кто знает... Кто может привести еще какие-то примеры, где встречается вот n на n плюс 1 пополам? Что это такое? Где вы это еще видели? Кружковых задачах на комбинаторику. Когда вы знакомите школьников с комбинаторикой, да, вы, наверное, предлагаете там задачи, типа, ну, кто ходит на кружки наши, да, или кто ведет еще какие-то кружки. Ну, стандартные задачи, сколькими способами можно в классе там из 30 человек выбрать старосту и дежурного, да, или там двух дежурных, да. Вот, ну вот, это ответ какой задачи, как вы говорите. Кто узнает здесь комбинаторное число? Говорит ли вам что-нибудь, биномиальный коэффициент такой всего сочетания? А, плюс 1? Это хороший вопрос, но вы можете выбрать сами. Ваш вопрос правильный, да. Если минус 1, тогда это действительно биномиальный коэффициент. А подгонять вам не приходилось? Да, давайте подгонять. Да, тогда как? Вы абсолютно правы, это, вот, то есть вы хотите сказать, что n на n-1 пополам, да, и дежурный коэффициент. Хорошо, какой? Тейзер-кодда. Тейзер-кодда, да, геометрический смысл его? Количество способов? Выбрать 2 из n. Выбрать 2 из n. Выбрать 2 из n, да, не в порядочках, правильно? Да. То есть n, да, вот, это, соответственно, c из n плюс 1 пополам, да? Вот просто, да? Вот просто сдвинули. И вот действительно, такую задачу, если вам нужно из, допустим, хорошо, n плюс 1 людей выбрать двоих, эту задачу вы можете решать, опять-таки, двумя способами. Значит, какими? Такой наивный способ состоит в том, чтобы, ну, правильно, абсолютно, да? Вот мы сначала 1, геометрический смысл, вот сначала мы считаем, что 1 со 2, да, 1 с 3, геометрический смысл, да? Все, с первым разобрались, да, он побывал уже во всех n-парах, правда? Угу. Вот, теперь второй, ну, второй с первым уже побывал, поэтому мы начинаем, второй, третий, второй, четвертый, и так далее, второй n плюс 1, вот здесь еще n-1, да? Вот, ну, и так далее, ну, и все, это закончится, последняя пара будет n, n плюс 1, правда? Ну, вот вам та же самая лестница. Сумма чисел от 1 до 1, правда? Угу. Вот, ну, и другой способ посчитать количество пар состоит в следующем, значит, значит, возьмем любого из этих людей, да, n плюс 1, значит, он может объединиться в пару с любым из n оставшихся, да? Это вам даст n на n плюс 1, вот, ну, зачем-то надо еще и делить на 2, да, потому что у нас нет первого и второго, да? Если мы убираем а с b, то это то же самое, что если мы убираем b с а, вот, поэтому мы делим на 2, вот это та самая лестница, которую мы делим. Вот, так что вот на одно и то же, согласитесь, это несложный сюжет, правда? Ну, да, письмо-фобически не правда. Нет, нет, извиняюсь, да, все замечательно и, ну, так, ну, так, мне до сих пор понятно, вот, давайте... Да, фидбэк, да. Вот о чем, что если, ну, поскольку рассказ действительно очень ясный, и если, так сказать, кто-то что-то не поймет, будет обидно, вот, если непонятно, вы, пожалуйста, вот сразу поднимите руку и скажите, что там непонятно, или мы не знаем. Например, я вот не уверен, что все уловили, какую задачу комбинаторную сейчас мы решали, и вообще, что все знают, что это комбинатория. Вот, да, так уж вышло, никакой ничьей вины в этом нет, да, но так получилось. Значит, все не поняли, какую задачу сейчас решали. Да, значит, вы, пожалуйста, не стесняйтесь, да, вообще есть два типа лекторов, да, одни, значит, боятся быть тривиальными, вот, другие наоборот, значит, боятся рассказать что-то непонятное, да, вот, значит, ну, вот, пока, так сказать, пока, наверное, все ясно, да, я, наоборот, начинаю волноваться, что, может быть, все слишком просто. Нет, 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 хорошо, значит, мы двигаемся дальше, вот, вообще, кстати, ну, вот, также такой вот, я бы дал тогда ваш совет, не бойтесь рассказывать содержательные, нетривиальные вещи школьникам, даже если кажется, что это они, там, слабые, это такая вот психологическая ловушка, если школьник, значит, сидит в телефоне и, там, не умеет, при этом делать элементарных действий, вот, это еще не значит, на самом деле, что он, там, пропащий, безнадежный, может, по нему просто банально неинтересно, можно предложить какую-то содержательную задачу, пусть он даже, понятно, что он ее не режет, но он ей заинтересуется, вот, ну, вот, кстати, вот это отбрать из таких задач, ну, давайте мы немножко теперь ее усложним. Извините, а можно вопрос? Да, конечно. Мне не совсем понятно, вот, что означает n плюс n квадрат минус n деленное на 2? Вот это вот? Нет, нет, вот, да, вот, нет, левее, вот, вот это. А, это количество клеточек, которые я посчитал, n, это количество крестиков на диагонали, да? А, да. Потом всего n квадрат у нас, да? Да. Я вычил эти крестики на диагонали, осталось n квадрат минус n. Все понятно. И тут две половины под диагонали и над диагонали. Все понятно. Мы берем, да. Спасибо. Это, кстати, еще тогда уж комбинаторный смысл, да, это число сочетания с повторением, вот, потому что вот это без повторения, да, когда разные пары, а еще по диагонали это одинаково, 1, 1, 2, 2 и так далее. Вот, хорошо, значит, следующий сюжет, следующий сюжет, вот такой. Как нам сочетать вот такую сумму? Ну, если n формально, то я их запущу. Это будет куб? Да. Значит, ну, прямо буквально n куб это не будет, да? Да, но в каком смысле вы правы? Что, ну, с точки зрения размерности это будет куб. Когда мы суммировали линейные величины, да, у нас получалось проще, да. Вот, теперь мы суммируем квадратичные, да, и это будет куб. То есть, если представить себе геометрически, да, n квадрат, это вот можно... Вот теперь действительно нужны кубики. Итак, вот мы берем квадратную плиту из n на n кубиков, да. На нее ставим квадратную плиту n-1 на n-1, ну и так далее. Вот они выстраиваются в такую пирамиду, правильно? Вот, скажите, чему равен объем пирамиды? Какой формуле она вычитается? Да. 1 третья площадь основания минус 1. Да. Скажите, вот у треугольника, значит, там была 1 вторая, да, основание на высоту, да, тут 1 третья. Вот, ну, как вам кажется, какой будет главный член этой последовательности? 1 третья на n куб. Да, правильно. То есть, на самом деле, отношение этих двух последовательностей стремится к единице. Это главный член. Вот, ну, там ждут еще какие-то другие слагаемые. Понятно, что такой ответ не может получиться просто хотя бы тому, что n куб не делится на 3, да, не всегда делится на 3. Вот, ну, вот, там будет действительно многочлен, вот, кубический от n, вот, с таким старшим коэффициентом 1 третья. Вот, значит, в принципе, если вот вам, если вы забыли формулу, она вам срочно понадобилась, то, в принципе, оставшиеся коэффициенты как бы вы нашли? Если вы точно знаете ответ, что это какой-то многочлен, да, вот, там будет еще a n квадрат плюс b n плюс c, да, вот. Ну, во-первых, наверное, сразу понятно, что c равно чему? Если на это посмотреть, на функцию от n, да, и доопределить ее в нуле, то есть считать, что у нас сумма первых n, сумма квадратов первых n чисел, но даже первых n плюс 1 числа начинает с нуля, да, вот, то есть подставить прямо в эту формулу n равно 0, вот, ну, 0 получится, правда? Вот, поэтому, на самом деле, свободного члена здесь нет. Вот, оставшиеся два коэффициента a и b вы можете восстановить каким образом? Непределённым коэффициентом. Да, ну вот, уже эти коэффициенты имеются неопределённые, как их определить, как их сделать определёнными? Ну, наверное, решить систему из двух линейных плавнений. Правильно, которая возникнет. Ну, при методе неопределённым коэффициентом. Откуда возьмутся уравнения? Что это за уравнение? Ну, мы просто подставляем какие-то произвольные числа. Да, какие стоит взять? Ну, 0 мы уже взяли, возьмём единицу. Единицу и двойку, да, правильно. Вот, взяв, значит, у вас получится, что 1 это 1 треть плюс a плюс b, да, а 1 в квадрате плюс 2 в квадрате, то есть 5, это, соответственно, 8 третьих плюс 4a плюс 2b, правильно? Вот, и из этой системы вы действительно сможете найти a и b. Вот, но потом, так сказать, если вам нужно обосновать, что формула именно такая, вы поступите как? Один из методов, если формула уже есть. Вы, наверное, встречали в своей жизни много задач. Ну, метод. Да. Метод математической индукции. Метод математической индукции, да. В чём разница между вот двумя такими задачами? Одно дело, когда формула уже есть, и вам надо её доказать, тогда это можно сделать по индукции. И совсем другое дело, когда формулы нет. И давайте представим себе, что я вам не рассказывал вот этот метод неопределённых коэффициентов, да, мы не знаем эту форму, и даже не знаем, что это n-куб на, надо с чего-то начать, вот, как действовать. У этой задачи есть огромное количество разных решений, вот. Ну, и вот давайте, давайте начнём, наверное, раз уж у нас геометрия, да, и я хочу заодно провести аналогию вот с этой формулой, да. Давайте я расскажу стандартный метод сначала, как, собственно, считать вообще такие суммы. Вот, как считать такие суммы. Ну, и вот метод состоит в следующем. Значит, вот давайте напишем всем известную формулу, значит, вот n плюс 1 в квадрате я напишу. Так. Значит, сейчас квадрат... n плюс 1 в кубе, я слышу. Это n плюс 3n в квадрате плюс 3n плюс 1, да. Значит, также распишем n в кубе. Но n в кубе мы распишем... Казалось бы, как можно расписать n в кубе? А вот мы также... Минус 1. Да, мы напишем, что это n-1 и плюс 1. Значит, это будет n-1 в кубе плюс 3 на n-1 в квадрате, плюс 3 на n-1 плюс 1, ну и так далее. И так далее. Вот 2 в кубе плюс 1 в кубе плюс 3 на n в квадрате плюс 3 на n-1 плюс 1, ну и 1 в кубе, так сказать. Это уже, наверное, не будем расписывать. И теперь, смотрите, как вы думаете, что мы теперь сделаем с этими равенствиями? Просуммируем. Просуммируем. Здесь у нас получится сумма кубов 2 в кубе плюс так далее n плюс 1 в кубе. Здесь у нас тоже получится сумма кубов, но от 1 в кубе до n в кубе. Вот здесь получится в точности сумма квадратов, правда, вот в этом столбике. Понятно, да? Я суммирую так вот по столбикам теперь. Значит, здесь утроенная сумма квадратов получается. Давайте я уже Sn ее обозначу. А в следующем столбике получится утроенная сумма обычных чисел, да? Которую мы только что посчитали. Помните? Это от 1 до n, это n на n плюс 1 в квадрате. И сумма n единичка, это n. Ну и теперь мы видим, что кубы здесь почти все сокращаются, правда? Согласны? То есть остается n плюс 1 в кубе, которого нет здесь, и остается 1 в кубе, которого нет, наоборот, здесь. Согласны? В итоге два крайних слагаемых выживают. И все, отсюда вы можете найти формулу для Sn. Ну давайте я... А все поняли, куда кубы девались? Что? Все поняли. Значит, да, и вот давайте я опущу все-таки алгебраическую часть, я, к счастью, формулу помню, да? Поэтому я смогу написать. Вот. Вот такая вот формула для суммы квадратов. Вот отсюда это элементарными преобразованиями выводится. Ну и действительно вы видите, что... я вас не обманул, действительно n³, точнее вы себя не обманули, да, вы сказали n³ натрия, это было правильно. Вот видно, да? 2n, 2 в кубе, 6 с них сокращается. Ну и свободный член действительно 0. Так что вот такая формула. Ну и можно также ее проверить на корректность, что действительно числитель всегда делится на номинацию. Ну, среди чисел n и n±1 обязательно одно черно, поэтому на два разделятся, да? Ну и если n и n±1 не делятся на 3, то n±2 делятся, ну а в сумме с 2n±1 это дает 3n±3, так что делится на номинацию. Вот, значит, в общем числитель точно делится на номинацию. К слову, когда вы получаете в какой-то задаче целочисленный, где должен быть целый ответ, вот ответ с дробью, да, то надо проверять его на целочисленность. Это тема для отдельного разговора, потому что, с другой стороны, вот такие ответы, наоборот, в качестве следствия дают вам целочисленность некоторых дробей, которые совершенно, может быть, не очевидны из этого правительственного сображения. Вот, вот, одним способом мы выбили, и, в общем, я думаю, теперь более-менее ясно, как посчитать любую сумму любых степеней, да? Ну, последовательно, то есть, зная формулу суммы квадратов, вы получите формулу суммы кубов, правда? Тот же самый метод, вы просто здесь поставите четвертую степень, да? Точно так же по биному это раскроете, вот так будете складывать по столбикам, и здесь у вас будут суммы первой степени, суммы квадратов и суммы кубов появятся, да? Вот, значит, которую вы, так сказать, уже знаете, да? То есть, сумму кубов вы получите, зная формулу для суммы квадратов, да? А четвертые степени сократятся, ну и так далее. Да, то есть, вот так последовательно вы можете найти сумму кубов, сумму четвертой степени и так далее. Вот, значит, на что это похоже? Вот, если проводить аналогию в экстреме. Можно вопрос? Да, да. А как мы понимаем, что если мы складываем квадраты, то нам нужно взять многочлен третьей степени, чтобы получить искомый ответ? Да, ну вот я нарисовал пирамиду, да? И пояснил, откуда она здесь берется. Вот есть квадратная плита n на n, потом плита n-1 на n-1, потом n-2 на n-2. Получается объемная фигура. Но это чистый плитик. Ну да, но этого, так сказать, если вы знаете, что так это получится, то этого достаточно. Хорошо. Вот. Ну хорошо, вот такой вопрос. Откуда вы знаете, например, что вот если проинкредировать x квадрат, да, то будет x квадратная? Ну я посчитаю, что это правильно. Да. Да, а какой геометрический смысл? Вы знаете, да, что вот... Скажите, сколько... Вопрос такой. Сколько... Посчитайте количество троек на доске. Ну хорошо. Упрощенный вопрос. Сколько из них разных по смыслу? Раз. Задумывались ли вы, что, скажем, вот эта тройка... Ну я думаю, что все задумываются, что вот эта тройка, это вот эта тройка. Да. Потому что формула для объема пирамиды, она как раз так и выводится, да. Надо посчитать сечение на уровне h, да, и потом проинтегрировать. Так, от нуля до другого. По всей высоте. Да. Вот, получится вот эта формула. Вот. Но задумывались ли вы, что на самом деле тройка в беноме... Это та же самая тройка. Ну это станет теснее, если сделать еще один маленький шаг, что... Значит, вот эта тройка, она берется, конечно же, вот отсюда. Правда же? Ну а теперь просто давайте осознаем, что работа с последовательностями, их суммирование, скажем, да, это дискретный аналог интегрирования. А аналог дифференцирования — это для последовательности взятие разности. Вот, если мы возьмем... Что такое производное, да? Да, мы берем вот такое разностное отношение, да, истребляем аж к нулю, правильно? Вот. А при последовательности, ну, такого нет, мы просто берем разность двух соседей, ну, если угодно, делим на единицу, да? Вот. Вот, это разностный оператор. Вот, в каждой последовательности можно сопоставить последовательность ее разности. Вот. Ну и, соответственно, аналогично интегрирование — это аналог суммирования. Вот, так что... А суммирование, вот, скажем, в этой тройке, да, это просто обыкновенная комбинаторика. Сколькими способами... Вот у вас есть три скобки, n плюс 1, n плюс 1, n плюс 1. Вопрос, сколькими способами вы можете получить слагаемое n квадрат? Ну, тремя. Надо из какой-то скобки взять единичку, из остальных n, да? Вот эту единичку, эту скобку, вы можете взять тремя способами. То есть, это вот, вот этот бенмалинкефициент, то есть, это просто вот эта тройка. Так что это та же самая тоже тройка, да? Значит, ну да, вот это аналогия. Так что, да, действительно, из объемных, из таких геометических соображений, ясно, что размерность увеличивается на единичку. Вот. Значит, хорошо. Я ответил, да, на вопрос? Да. Да, да, да. Хорошо. Значит, теперь, что-то я хотел сказать. Ну, конечно, мы сейчас эту задачу решим еще разными способами. Вот. Ну, давайте сначала я вам предложу вот такую задачку. Вот. Некоторые ее видели уже на наших кружках. На школьниках она обычно производит неизгладимое впечатление. Ну, не только на школьниках. Значит, задача называется гекст. Лера Ауа знает. Лера. Значит, задача вот какая. Задача очень простая. Я сейчас отмечу несколько точек, а вам надо считать, сколько всего точек. Значит, вот это первый рисунок. Тут одна точка. Вот второй рисунок. Вот здесь сколько-то точек. Вот они образуют такой шестиугольник, называемый гексом. А дальше, вот мы поставим так. Значит, я нарисую второй рисунок еще раз. После чего вокруг него нарисую еще один срой. Из точек. Это третий рисунок. Вот. Ну, я бы нарисовал еще, но тут места нет. Значит, представьте, что вот сто таких рисунков всего. Сто рисунков. Надо считать, сколько всего точек на всех ста рисунках. На всех ста рисунках. Каждый раз увеличивается на 5. Нет, в три раза увеличивается. Второй раз увеличивается. Ну, первый раз не увеличивается в три раза. Второй раз тоже. Да. Как вам кажется, если на первых n гексах, какой ответ, так сказать, по виду? Как функция от n, от количества рисунков? Сколько точек всего на первых n гексах, на первых n рисунках? Вот мы суммировали квадраты, там, да? Первый степень. Как вам кажется, с точки зрения размерности, какой будет ответ? Как ответ зависит от n. Квадрат, как квадрат, квадратичная функция от n, как кубическая, четвертая степень. Ну, эти сами гексы, это плоские фигуры, правда? То есть, если вы посчитаете, сколько точек в n-ном гексе, то это будет квадратичная функция от n. Согласны? Давайте сочетаем. Сколько точек на n-ном гексе, посчитать несложно, да? Значит, ну вот, давайте, посмотрим. У нас есть одна центральная точка, да? На n-ном гексе. Значит, есть одна центральная точка, затем 6 точек вокруг нее, да? Вот эти. Вот они всегда будут, да? Вот, ну, кроме первого. Потом, на следующем слое, как увеличивается количество точек? Сколько? На 6. На 6, да. Вот, то есть, вот можно так, 2, 2, 2, да, 6, 2, да? Вот, ну и так далее. Затем еще 6 и 3, да? 6 и 4 и так далее. То есть, на n-ном гексе будет 6, а тут 1 плюс 2, ну, да куда? Какое последнее слагаемое? n-1. n-1, да. Кто понял? Кто согласен? Кто согласен или кто понял? В математике это одно и то же. Значит, смотрите, вот одна точка, да? Вот n равно 3, да? Вот 6 точек, да? Согласны? Дальше количество остальных точек делится на 6, правда? Их можно вот так вот всегда группировать. И количество точек в каждом таком овале с каждым слоем будет увеличиваться на единицу. Правильно? Вот, значит, вот 6, потом 6 и 2, потом 6 и 3, да? Ну и вот количество точек в овале на единицу меньше, чем номер рисунка. Согласны? Вот здесь просто 1 плюс 6 на втором рисунке, здесь 1 плюс 6 плюс 12 и так далее. Так что вот на этом будет вот столько, согласны? Ну давайте упростим. Вот эту сумму мы с вами уже знаем, это n-1 пополам. n в ексе получается 3n в квадрате минус 3n плюс 1. Вот столько точек. Вот, хорошо. Ну и теперь надо всего-навсего просуммировать эти числа от единицы до какого-то числа. Какое вам достану? Скажите, умеем ли мы решать с вами эту задачу? Можем ли мы просуммировать все такие числа, когда n пробегает в задный диапазон от 1 до 100? Да. Да, потому что мы научились суммировать квадраты, правда? То есть мы отдельно суммируем все первые слагаемые, все вторые слагаемые, все третьи слагаемые. Так что вот можно эту задачку таким образом решить. Ну давайте представим себе, что мы это рассказываем школьникам. И, наверное, мы вряд ли выберем вот такой способ. Он слишком какой-то топор. Значит, давайте рассуждать вот так. Ну действительно, из-за соображения размерности понятно, что получится что-то кубическое. На этом гексе квадратичная функция. Ну, значит, вот эти гексы начинают наслабить друг на друга. Получается пирамиду такая, да, шестиугольная из гекс. Из точек. Поэтому получается что-то кубическое. Значит, полезный прием также, да, это посчитать ответ при маленьких n. Вот давайте посмотрим, сколько будет точек на всех первых гексах, да, при разных n. Так, вот нарисуем такую табличку. Вот тут n, а тут точек на гексах с номерами 1 и так далее n. Ну вот я начну выполнять. Давайте просто поставим несколько экспериментов. Математика экспериментальная, наука. Значит, на первых двух сколько всего точек? Восемь-восемь. Так, на третьем сосчитали уже сколько? Девятнадцать. В сумме с первыми двумя сколько? Двадцать. Двадцать. Давайте еще посчитаем на четвертую. Вот у нас формула есть. Давайте туда подставим n, равное четверке. Тридцать семь, да. И тридцать семь плюс двадцать семь сколько? Шестьдесят четыре. Шестьдесят четыре. Я вспомнил, что со мной хотели в шахматы приграть. Шестьдесят четыре, да. Так, да, шестьдесят четыре, да. Так, ну и как? Как теперь ответ какой? Он должен быть по размерности n в кубе, да? И как-то все время получается куб, да? Да. Но вряд ли это совпадение, да? Дети. Да, ну вот смотрите, что мы с вами сделали. Первый способ мы не довели до конца, в евроеческий, да? Вот. Вторым способом мы поверили, что получается куб. Все как поверили? Я говорю, математика-навыка экспериментальная, да? Ну вот можно поставить несколько экспериментов, выдвинуть гипотезу, а дальше она будет либо верной, либо неверной. Например, пятью пять, двадцать пять, шестью шесть, тридцать шесть, семью семь. А вдруг здесь что-то другое получится. Поэтому я сейчас покажу еще одну задачку, совсем простую. Значит, сколько точек вот на таких рисунках? Это похоже на то, с чего мы начали, с суммы первых чисел. Только теперь будут только нечетные числа. Вот первый рисунок, вот второй рисунок, да, вот третий и так далее. Знаете, чему равна сумма первых нечетных чисел? Квадрат. Да, квадрат, да. И геометрическая инфляпляция очень простая, да? Вот она. Значит, вот эту точку сюда перекладываем, да? Вот, потом этот квадрат два на два сюда. Вот, и, так сказать, получается вот такой квадрат. То есть квадрат именно n можно разбить на уголки. Это еще более наглядная инфляпляция, да, чем сумма последних чисел. Вот, замечательно. Замечательно. Ну вот давайте что-то похожее сделаем вот с этими рисунками. У нас тут куб получается, да? Значит, по крайней мере мы понимаем, в каком направлении двигаться. Вот гексы, да, шестиугольники. А вот вспомните вообще, вот как, в каком возрасте вы научились рисовать кубки? Вспомните те самые далекие времена, да? Вспомните, а вот как его нарисовать? У меня это вот, когда я был совсем маленький, да, я вот хотел наконец понять, как вот художники рисуют объемные фигуры. Вот у меня был такой парадокс размерности. Вот наш мир вот мультивно я понимал, что вот, я не мог так сформулировать, как сейчас. Я понимаю, вот это вот плоское, а вот это вот объемное. А как же это вот они рисуют объемное? Я решил, вот, смотрюсь-ка я, что же они на самом деле рисуют. Вот. И куб. Вот мы рисуем квадрат, здесь все ясно. А дальше вот они туда-то вот туда идут по диагонали. Вот надо же, вот, да. Все надо куда-то... Скажите, вот шестиугольники здесь все видят, да? А кто видит куб? Я вижу куб. Нарисуете? Вы первый поймали. Что если... Сейчас, вы знаете, если школьники несколько одновременно поднимают руку, да, то непонятно, кого пригласить, а если первый кто-то поднял, то приглашают невидимую. Да. А сколько точек всего? Да, правильно. Ну, раз, два. Семь, да. А сколько у куба вершин? Оооо. Семь. А почему здесь семь? Одна невидимая. Одна невидимая, да? Одна невидимая. А какая невидимая? Которая, она горжет. Давай, считай, что вот эта невидимая. Да, хорошо. Значит, на самом деле, вот эта невидимая, ну, как вот здесь не хватает одной точки, да, до квадрата. Я переложу сюда так. Также эту мы переложим сюда. Ааааа. Вот. И у нас в сумме вовсе будет, да. Так, ну, тут мы уже немножко испортили, да, но тем не менее видно. Ну, давайте нарисуем такой же куб. Не, 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 не такой же, что мы делаем по контуру. Вот. Крайне точка сидим, точно так же, как здесь. Вот так вот. Да, да. Так вот, как-то вот так вот. Да, отлично. И что мы на самом деле видим? Вот так. Да, да. Мы видим три грани, правда? Да. Три грани. А вот все, что внутри, да, это на самом деле вот. Да, ну, представьте, три, 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 да? И если это, кстати, вот эта штука, то есть это тоже матрешки такие. Вот два, два, два и вот часть поверхности, правда? Примерно половина поверхности. Вот эту половину поверхности мы и видим. А остальное вот отсюда приходится. И вот так они, точно так же, как эти уголки друг к другу вкладываются, так же эти поверхности кубов друг к другу вкладываются, и получается в итоге куб n на n на n. Геометрия преобразила алгегу. Правда? Да. Спасибо. Вот. Так, значит, мы перерыв не устраиваем, да? Вот, тогда, значит, вот такой вот сюжет, но я думаю, дальше, дальше как вы думаете, какая у него удача? Шанс. А? Нет, это потом, да? Давайте вот. Следующее, значит, теперь кубы. Теперь мы суммируем кубы. Вот, да, сейчас, один еще момент, я скажу, совсем забыл. Еще один, вы согласны, что это еще один способ суммировать квадраты? Если решить эту задачу геометрически, то наоборот, вы поймете, как суммировать квадраты. Правда? Вот. И давайте еще, возвращаясь к производным, да, и к разностным операторам. Значит, вот кто узнает здесь разность кубов? Ведь, что такое n-ый кекс? Что такое n-ый кекс, да? Это как раз-таки, значит, надо взять куб n на n, да? Ну, там, точнее, n плюс 1 на n плюс 1, да? И выкинуть предыдущий. Нет, n на n на n. И выкинуть предыдущий, да? То есть, получается, что это должно быть n в кубе минус n-1 в кубе. А сейчас мы выкидываем предыдущий куб? Ну, точнее, мы его вкладывали, а теперь выкидываем. А, нет, n-ый кекс, n-ый кекс. Что такое n-ый кекс, да? То есть, видимая часть поверхности. Это весь куб минус предыдущий. Это как уголок, да? Это большой квадрат минус вложенный квадрат. Вот. То есть, это вот такая разность. Но если куб разности раскрыть, то как раз получится вот это. И это на самом... Вот так представить вот это выражение, да, в виде разности кубов, это самый легкий способ просуммировать эту последовательность. Согласны, да? Если нам надо посчитать, чему равна сумма по n-ом от единицы до k, n в 3n в квадрате минус 3n плюс 1, да, то вот представив, что н-ый кекс в виде такой разности, вы получите, что это 2 в кубе минус 1 в кубе, плюс 3 в кубе минус 2 в кубе, да, и так далее. То есть у вас все сократится и останется вот k в кубе минус k минус 1 в кубе. Вот. И, так сказать, все сокращается. При n равном единице, там, правда, получается еще одна единичка, да? Вот. И вот эта единичка у вас сокращается вот с этой единичкой, да, и остается вот эта вот k в кубе, которая ни с кем не сокращается. Вот, согласны, да? Потому что там будет 1 в кубе минус 0 в кубе, да, если единицу сюда поставить, то это k в кубе. Вот. Вот такая вот задача. Так, хорошо, давайте теперь профсуммируем кубы. Но это особая отдельная задача, потому что формула весьма оригинальная. Так. Так. Значит, ну здесь получится какая-то четвертая степень, да? Вот, значит, может кто-то знает? Ответ. Дело в том, что на самом деле формула совершенно... Ну давайте, хорошо, еще такой просто вопрос из серии 7x747, да? Вот такой вопрос, значит, смотрите, давайте первые несколько сейчас почитаем. Один в квадрате, да? Это правда? А это правда? Да. Тоже правда? Серьезно? Получается, да? 8 плюс 20... Согласен. Согласен. Ну дальше-то, ну это слишком много, кстати. Дальше-то уже будет неправо. Когда наступит 7x7? Ну проверьте еще парочку. Дальше-то. Ребен? Дальше-то. Конечно. Возможно ли ты не специально? Конечно. Ну конечно. Отходят, да? Да. А как вам? То есть что? Мы вот такую зипотезу задвигаем, да? Вы такое видели когда-нибудь? Ну как вам кажется, это будет вообще право для всех это? Можно доказать, что методом индукции не доказывает. А давайте так по размерности, по размерности проходит или нет? И там, и там четвертая степень, да? Слушайте, ну я думаю... А, ну как бы. Ну вот здесь квадрат. Слушайте, ну я думаю, что вас просто уже никто не удержит, чтобы проверить по индукции, да? Ну давайте параллельно проверим, пусть это верно, добавим еще одно слагаемое, да? Следующее слагаемое больше вот этого на n-1 в кубе. Вот, а здесь надо составить разность квадратов, да? То есть мы из вот такой суммы прочитаем вот такую сумму. Вот, ну тут можно и разность квадратов, и по готовой формуле, в общем, мне кажется, не имеет большого значения, как пример, давайте я оставлю, чтобы там не суммирует. Значит тут квадратов, и все, здесь, значит, n плюс n в квадрате, это что-то в квадрате, это 4, n плюс 2 в квадрате, минус n в квадрате, это 4n плюс 4. Вот, ну, получается, кстати, да, получается. Значит, вот к левой части прибавляется n плюс 1 в кубе, да? А к правой части прибавляется вот такая разность, вот, которую мы сочетали уже каждое, так сказать, слагаемое, да? Если тут попростить, вот, вынести, вот, действительно, получается n плюс 1 в кубе, правда? Вот, действительно, формула доказана по инструкции. Вот, это совершенно удивительное равенство. Значит, вот был такой российский математик, он 19 века, а до дуров, вот, в книге Владимира Ильича Успенского, значит, философия математики, вот, ему приписывается это тождество. Вот, но я вижу, кажется, еще источники, где-то, кстати, еще раньше было известно, ну, вообще неудивительно, если это было давным-давно известно, да, ну, такое, что-то совершенно фантастическое, да, вот. Но, вы знаете, я думаю, что вот такого факта не может не быть геометрической интерпретации, правда? Ну, она есть, да, и даже не одна, но давайте я одну какую-нибудь приведу, которую я запомнил. Значит, вот, давайте правую часть интерпретировать вот как-то, значит, вот, один, квадрат вот с такой стороной просто. Один, два, три, я что-нибудь нарисую, попробую десять нарисовать, наверное. Вот, квадрат десять на десять нарисуем. Вот, вот, три, вот, тут будет четыре, четыре на четыре. Вот, значит, что хорошо? Значит, вот, там, где нечетное, да, слагаемое, там очень хорошо все получается, да, вот, три в квадрате, три в квадрате, три в квадрате. Вот, ну, тут вот можно еще пять нарисовать, на самом деле, для наглядности. И тоже красиво тут все поменьше, да, вот, значит, вот, значит, вот так вот будет пять в квадрате. Как у нас один лектор, мне хватит, любит в таких случаях говорить, я просто проверяю бдительность аудитории. Я мог бы сделать это более естественно, вот, если бы вовремя среагировал, да, ну, ладно, в следующий раз. Значит, хорошо, да, пять в квадрате, значит, их пять штук, да, значит, действительно пять в кубе получается, да? Вот. Итак, вот вы согласны, вот, вам по веточкам, наверное, удобнее, да? И вы видите, что в нечетных слоях все хорошо, да, получается соответствующее число в кубе. Вот, потому что как раз столько квадратов получается, да, вот. А в нечетных, в четных, вернее, значит, вот получается не так все равно, да? Вот как здесь получить два в кубе в общей сложности, да? То есть здесь вот мы можем начать рисовать эти квадраты, да, но вот как их нормально по-человечески нарисовать? Казалось бы, вот квадрат, да, и вот квадрат. Так, правда? И тут, значит, тоже как. Вот квадрат, да, значит, вот квадрат. Тут. Значит, тут будет два на два, да? Вот так. И, значит, тут на самом деле две клетки, да, и тут две клетки. Ну, вот у вас это лучше видно, да, вот. То есть вот тут квадратик, и тут квадратик какие-то. Это квадратики два на два, согласны? У вас это видно, да. А здесь квадратик один на один. Пересмотрите, вот у нас квадратик два на два, и вот квадратик два на два. Они все не покрывают, здесь есть дырка, да? Но зато они налегают друг на друга тоже, так сказать, один на один. И так же здесь, да, вот у нас четыре квадрата четыре на четыре, да? Всего один раз, два, три, четыре. Но они не все покрывают, остается квадратик два на два, да? Но зато вот эти два налегают друг на друга тоже по такому же квадратику. Понятно, да? Так что вот лишнее и, так сказать, то, что налегает, они компенсируют друг на друга. Вот. Ну и легко убедиться, что так будет всегда. Так что, ну вот есть вот такая вот плиточная геометрическая интерпретация этого равенства, да? Вот. Ну потому что действительно, когда четвертой степени, то вот что-то такое объемное уже, наверное, трудно нарисовать, да? Это надо рисовать какой-то четырехмерный куб. Вот. Знаете, кстати, как он рисуется? Гиперкуб. А, ну смотрите, давайте я расскажу. Я, правда, не буду с его помощью вот это интерпретировать, но вот это можно оставить в качестве домашнего задания. Но я, в крайней мере, нарисую этот куб, значит. Это меня в свое время очень удивило ректором, значит, на маломихматик, как он нарисовал. Я прямо расскажу в точности его объяснение. Значит, чтобы нарисовать четырехмерный куб, давайте сначала нарисуем трехмерный куб, но другим способом немножко, да? Вот, да, вот трехмерный куб можно нарисовать вот так. Согласны? Да. Вот, если, допустим, он сделан из жилета, да, вы его вот так бросаете на стол, да? Да. Вот, и вот получается такой вот куб. Вот, то есть, смотрите, значит, когда у нас размерность прыгает на единицу, то, соответственно, у нас есть старые грани, да, которые имеют размерность на один меньше, да? То есть, вот, это трехмерный куб, да, а его грани, вот эти две, да, задние, да, передние, это квадраты, то есть, как бы двумерные кубы. И дальше мы соединяем их вершины. Вот, ну вот, в четырехмерном случае аналогично. То есть, мы должны взять с вами два трехмерных куба, а один внутри другого. Но я уже нарисую обычные кубы. Вот так. Вот, и там еще невидимые линии, давайте я их не буду рисовать. И теперь точно так же, соответственно, и надо соединить. Ну и вот там еще те самые, которые невидимые. Вот, то есть, смотрите, это четырехмерный куб, перед вами, да, на двумерной плоскости. И его грани, это трехмерные кубы. То есть, вот видите, вот, например, вот две грани, это вот большая и маленькая, да, и вот это вот тоже кубы, да, вот такого как бы вида. Вот, видите, да, с каждой стороны. Можно вопрос? Да. А вот у нас вот эти вот штучки, вот боковые, это вот тут пусто или нет? Или это все закоплено? Нет, это грань, это грань. Вот это вот. Целый кубище. Как это? Обозвать. В общем, вот это грань. Там нет пустоты. Вот тут? Ну тут это как будто фигура. Это фигура. Все внутри большого куба. Да, да. Это как внутри вот все большого квадрата. Здесь нет пустоты. То есть это четырехмерный пус? Да, он задается, вот если, так сказать, в пространстве OX1, OX2, OX3, OX4, да, он задается, например, неравенствами X и T меньше или равны ниц по модулю при всех их. Как вот, так сказать, если для двух это был бы квадрат, да, со стороной 2, да, для n равного 3 это был бы куб с ребром 2, но при n равном 4 это вот куб тоже четырехмерный, гипербург, с ребром 2. Хорошо. Значит, ну вот как с помощью этой картинки вот это интерпретировать, я не знаю, может быть, кому-нибудь поручится. Не знаю. Хорошо. Значит, да, ну и вот прежде чем переходить к следующему сюжету, мы заканчиваем в 6 или пол 5? То есть пол 6. Пол 6. Пол 6. Да, ну и... Или можно чуть-чуть пополнить, да? Как вам? Хорошо. Вот, давайте я вспомнил еще одну очень классную интерпретацию суммы квадратов к предыдущему сюжету. Значит, сейчас я вернусь. На просторах интернета гуляет такая картинка про сумму квадратов. Значит, вот нарисуем треугольник и заполним его числами. Значит, сторона N. Правильный треугольник. Скажите, чему равна сумма всех чисел в этом треугольнике? Ну, сумма квадратов всех чисел от одного до R. Да, согласны? Вот, так что это еще одно доказательство. Ну и даже не доказательство, я бы сказал, что это еще один вывод. Потому что доказательство это когда уже готовая формула. А это еще один вывод формулы для суммы квадратов. Теперь смотрите, что мы сделаем. Правильный треугольник имеет множество симметрии. Давайте мы его повернем на 120 градусов в обоих направлениях. То есть запишем это число теперь вот так. И потом вот так. Как вы думаете, что мы сделаем теперь? Сложим? Да, мы сложим как? 1, 2, 2, 3, 5, 6. Если складывать внутри каждого треугольника, то получится, конечно, вот такая сумма квадратов. Идея такая, что... Зачем мы еще нарисовали? Чтобы изменить порядок суммирования. Чтобы по-другому суммировать. Мы будем суммировать числа во всех трех треугольниках, но группируя их, группируя теперь тройками числа. Будем суммировать числа, которые стоят на одной позиции. Например, сумма чисел верхних позиций, это 2n плюс 1, правда? Ну, кстати, так же, как в любом углу. Давайте я вот это нарисовал. Здесь вот тройка, да? Здесь мы, так сказать, здесь n, правильно? А здесь на 2 меньше, n минус 2, да? Вот, то есть, получается тоже 2n плюс 1. А почему посерединке, что у нас, n? Здесь, да, вот здесь везде n, да? Но я суммирую вот на этих позициях, да. Вот, то есть, можно как вот рассуждать, да? Если мы берем какую-то строчку, да, то вот на первом месте в этой строчке, да, вот какое-то число, смотрим, какое число вот в этой строчке, да, здесь, соответственно, мы идем с другого конца, поэтому сумма здесь и здесь будет n плюс 1, да, на одном и том же месте. Согласны? n плюс 1. А здесь всегда n. Поэтому, если мы суммируем вот такие, у нас будет 2n плюс 1, да? Вот если суммировать что-то, что стоит на левой стороне вот этого треугольника, да? Потому что, вот еще раз, здесь число и число, которое стоит на этом месте во втором треугольнике в сумме 2n плюс 1, а здесь всегда n, значит, в сумме 2n плюс 1. Теперь давайте в этой строчке идти вправо. Здесь число не изменится, правильно? Здесь число увеличится на единичку, а здесь число уменьшится на единичку. Мы доказали, что сумма всегда 2n плюс 1. Согласны? Итак, 2n плюс 1 – это постоянная сумма во всех трех ячейках, занимающих одинаковое положение в этих треугольниках. Остается просто просуммировать количество ячеек в одном треугольнике. Сколько всего ячейок? Сколько всего мест? n на n плюс 1. Ну, да, ну вот такая сумма, да? Одно место, два места, три места и так далее, n мест. Это n на n плюс 1 пополам. И мы не забываем, что это мы просуммировали три раза, да? Поэтому надо еще разделить на три. Ну, вот видите, получается как раз та самая формула, которую я обещал. Можно, например, вы суммируете 1 плюс 2 в квадрате плюс 3 в третье и так далее, n в степени ячейки? Кубы? Нет, вот количество вот этих вот мест вообще... А, сколько всего мест? То есть чисел в этом треугольнике. Почему их вот столько? Нет, говорю, а можно было, например, вот так суммировать? 1 плюс 2 в квадрате плюс 3 в третье плюс n в степени, ну и так далее, плюс n в степени ячейки. Чему равна сумма? Нет, мы сумму еще. Нет, человек даду вопрос про, можно ли таким образом посчитать сумму всех k в степени k? Ну, вот одного, да? Сколько всего чисел в треугольнике? Можно ли вот таким способом посчитать количество чисел в этом треугольнике? Ну, вот мы не посчитаем. Нет, я другой способ расскажу. А, ну, получится, и все равно вот это. Должно быть, что это... Мне кажется, это совсем не сложно. Может быть, вы что-то другое имеете в виду? Мы же доказывали, что эти способы эквивалентны, и получается, что это перешли. А, может быть, что-то другое. Нет, посчитать количество чисел не так сложно, да? Просто сумма альфметической прогрессии, да? Сумма подряд идущих n числа. Вот. Ну, вот это доказательства одной из самых поздних, которые я обнаружил, там, может быть, два или три года назад, вот, нашел в интернете. Доказательства без слов. Значит, ну, пожалуй, самое... Наверное, самое простое, да? Но те доказательства тоже довольно поучительные. Вот. Хорошо. Значит, теперь давайте резко вырастим сразу до одиннадцатого класса. Вот. Сменим пластинку. Я думаю, с суммированием мы с вами достаточно много сюжетов разобрали. Так, конечно, там еще... Еще больше, да. Вот я хочу вам теперь показать немножко с другой стороны. Вот. Математика наступительных экзамптах, да? Такие вот задачи, которые часто ассоциируются только вот, так сказать, там с репетиторством, с подготовкой. Вот. Как будто вот есть школа, настоящая математика, и вот что-то нужное для поступления. Значит, вот в свое время на МИХМАТе МДУ были интересные задачи, решая и, так сказать, прорешивая которые, можно было научиться, ну, вот, альтернативной математике. Альтернативной по отношению к тому, что, вот, предлагаешь школу. Это одна из... Вот, на меня это в свое время произвело впечатление, произвели впечатление, разные такие оптимальные методы решения задач. Я видел просто, что это пишут действительно настоящие математики. Вот. Но задачи там были довольно специфические. Все-таки это больше уравнение, неравенство, вот, что-то такое вступительного характера. Вот. Но, тем не менее, такие задачи могут и сейчас возникнуть. Ну, у них есть топорные решения, и есть вот какие-то необычные. Хотя, если так присмотреться, то, может быть, они не покажутся необычными. Ну, давайте я приведу такой пример. Это задача с МИХМАТа. В 2004 году. Значит, вот написано такое уравнение. 12 sin x равняется 5 mod 5 8 x минус 4. Значит, решать не требуется, но спрашивается, имеет ли это уравнение пару корней, расстояние между которыми меньше прямого угла. Меньше, чем прямой угол. Теперь пола. Итак, есть ли параграфы. Попробуйте. Играет. Меньше. Играет. 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 Давайте немножко подумаем и будем высказывать какие-то предложения, если бы вы увидели такую задачу. Первый вопрос. Представьте, год назад или два, когда вы выступали, хотелось бы вам такую задачу увидеть в ЕГЭ или в Кабанте-Олимпиаде, в которой вы выступали. Хотелось бы увидеть? Как вам кажется, простая, сложная, решили бы вы ее? Тогда решили бы вы ее сейчас. Как вам примерно набить техническая сложность этой задачи? Просто сложность. Не ЕГЭшная, нет? Можно предложить Алексею Львовичу расширить. А что там в ЕГЭ по тригонометре? Решить какое-нибудь простенькое уравнение и отобрать корни, лежащие в каком-то отрезке? Да. Там уравнение прям совсем певиальное, то есть либо однородное какое-нибудь, либо... Ну а здесь кусочный линейный, да. Ну скажите, можем ли мы просто решить это уравнение? Ну если бы модуля не было, мы бы решили... Да, значит, название лекции это подсказка, да. Это правда. Но если мы модуль там раскроем, мы сможем решить вообще это уравнение без модуля? Ну вы знаете, да, как там, значит, выражение вот такого вида по форме вспомогательного аргумента они сворачивают таксимус или косимус вспомогательного угла, правда? Вот. Но здесь, так сказать, какие трудности, да. Ну, 12, 5, значит, угол там будет какой-то дурацкий, да. И еще там модуль, то есть надо какие-то случаи разбирать. Сейчас будет что-то красивое и короткое. Да. По-любому будет сейчас график, наверху будет все видно. Это правда, да. Мне очень хочется возвести в квадрат все. Значит, возвести в квадрат. Ну, в принципе, идея здравая. Значит, с электрическими функциями можно так работать. А потом будет вот 8, например. Да, то есть вы получите квадратное уравнение, да. Действительно, можно так и сделать, написать, что там 144s в квадрате, но s это синус, да. Потому что квадрат — хорошее средство осмотреть, да, не только от радикалов. Вот, да. Значит, ну и еще надо добавить какое ограничение, да, что синус больше равен 0 — это система равносильно исходному уравнению, правда? Вот. А это уже квадратное уравнение на косинус. Вот это выражается. Вот. Вы правы. Значит, это квадратное уравнение решается. Корни жуткие, да. Значит, как мы найдем эти корни, допустим, да. Допустим, их два, ну, в худшем случае. Хорошо, если такой корень вообще один, да, косинусов у нас. То есть косинусов, да. Значит, и вот... Да, ну, потому что дело в том, что нас интересует какой корень. Ну, только когда синус не отрицательный, правда? Вот это нас не интересует. Вот. И если вообще одна точка, да, то тогда очевидно расстояние между двумя соседями — 2π. Вот. Но, скорее всего, там вот что-то нетривиальное, да. И придется вот оценить. Ну, если так, то меньше π.5. А вот если они там разных знаков, то вот придется считать вот эту дугу, да. Это значит надо... А, корень — это какой-то аркосинус. Значит, надо из аркосинус чего-то страшного. Вот. Аркосинус минус аркосинус надо сравнивать с π.5. Ну, как? Ну, надо брать косинус от обеих частей. Ага. Посмотрение в корч. Да, да, да. Вот. Я, кстати, видел таким способом когда-то лет десять назад. Я случайно обнаружил на книжных прилавках какой-то сборник для поступающих, и там эта задача решалась таким способом. Вот. Я это всем показывал. Значит, это была адом жесть, потому что корни там... аркосинусы там брались от квадратных уравнений с пятизначным дискриминантом. Вот. Мне казалось, что автор издевается, да, как будто он... в оригинальной книжке, да. Вот. А теперь давайте, значит, решим, да. Значит, для решения этой задачи от тригонометрии вам нужно только определение синуса и косинуса. Что нет треугольника? Больше не нужно знать ничего про тригонометрии. То есть треугольник? Не треугольник, а все-таки единичную окружность. Мы люди взрослые, да? Вот, значит, вот так. Итак, x откладывается на окружность, правда? Ага. Вот здесь откладывается его косинус, звуковой c обозначили. Вот здесь откладывается его синус, правда? Вот. Значит, в этих обозначениях наше уравнение записывается как? Значит, s равняется... Да, и сократим. Вот. Получим 5,13c минус 1,3. Значит, если у вас... Видите, это абсциссия, это ордината, да? А это кусочно-линейная функция. Правда? Значит, у нее ноль в точке 4,5, да? Вот здесь где-то. Правильно? 4,5. Вот. И угловой коэффициент 5,12. Вот здесь. И здесь минус 5,12. И вот они, те самые две точки, которые изображают решение нашего уравнения. И все, что нужно определить, расстояние между ними больше или полу, а мы не меньше. Согласны? Как вам кажется, задача упростилась? Понятно. Мы чем-нибудь воспользовались, кроме определения косинуса и синуса. Ну, давайте вот обозначим, это а, это b. И нас с вами интересует величина вот этого центрального угла аоб, правильно? Угол аоб надо сравнить с π пополам, это знак сравнения, какой-то неизвестный знак, больше или меньше. Ну, вот теперь, собственно, ваше творчество. Как бы измерить? Мы все знаем, да? Мы знаем точку, мы знаем угловой коэффициент, мы все знаем. Единственное, вот, да, ага. Не хочется, знаете что? Не хочется связываться явно с точками на окружности. Не хочется переходить от углов к их тригонометрическим функциям. Выражать углы с помощью арк-функций, чтобы брать потом функции тригонометрические от этих арк-функций, да? Это двойная работа. Правда? Потому что взятие арк-функции, это, так сказать, нахождение угла по его синусу или косинусу, а потом для сравнения двух арк-косинусов разности мы берем косинус, чтобы, ну как работать с арк-функцией, надо взять косинус. Это неестественно, вот из-за чего сложность. Вот идейно мы по-другому решаем, мы оперируем самими углами, а это геометрия. Значит, это две, так сказать, два луча, да, две полупрямых, да, ну, так сказать, тут поскольку модуль, да, так вот все они продолжаются, да, и тут симметричная картинка. А что вы знаете про угол между хордами? А что вы знаете про угол между хордами? Вот, ну, на наше счастье угол АО, штрихованный угол такой же, как угол АОСВ, да, АОВ, правда, симметричная картинка. Вот, а угол АОВ тот как раз, который нам нужно найти, правда? Так что это просто один и тот же угол. Вот этот вот центральный угол АОВ, да, оказался равен углу альфа. Согласны? А угол альфа уже легко найти, потому что мы, собственно, уже вплотную приблизились вот к этому углу, да, к 5-12. Тут всего-навсего одна аркфункция, да, так сказать, арктангенс. Вот, вот этот угол, это арктангенс 5-12, и поэтому угол альфа, это что такое? Это развернутый угол минус два вот этих арктангенса, правда? Вот, и надо это сравнить с пинополам. Ну, это сравнение равносильно тому, что вот это надо сравнить обратным знаком с пин на 4, да? Согласны? Ну, арктангенс единицы, это как раз пин на 4. Арктангенс возрастает, значит, вот эта величина меньше, чем пин на 4. Значит, удвоенная меньше, чем пи пополам, да? А значит, вот этот результат будет больше пополам. Всё, решили. Как вам кажется, это необычно? Да, такие сюжеты часто эксплуатируются, вот, в последнее время, там, на разные ДВИ, вот. Ну, это я это воспринимаю как какой-то альтернативный способ, вот, научить школьников математики. Вот, действительно, вот увидеть, что проверяет эта задача, да? Как школьник, на самом деле, как он освоил школьную программу, да? И как он умеет находить в нестандартных ситуациях, казалось бы, вот методы, которые, ну, может, на первый взгляд, кажутся для этих ситуаций нестандартными, да? А на самом деле, если владеть математикой, вот, совершенно свободно, то ничего противоестественного нет, да? А синус, это обстоятельство, косинус ордината, это кусочно-линейная функция, давайте построим график, да? Берем пересечение с окружностью. Ну, а дальше геометрия, дальше угол между формами, да? Вот это взлом, это угол между формами, вспоминаем. Ну, и вот такой вот сюжет, такой, кстати, единственный, действительно, творческий момент, что угол альфа легко ищется, а он равен интересующему нас углу. Ну, вот это как раз вот эта классическая теорема. Вот, значит, на эту тему много можно разных еще картинок порисовать. Ну, например, вот, я уже не буду, я хотел еще один интересный сюжет рассказать, поэтому так вот триментрическую тему вот так я освещу. Значит, вот, если вы, допустим, берете, опять-таки, триментрическую окружность, да? И берете, скажем, вот такую функцию, s равно, там, основной единице минус kc sin x. Эти единицы минус какой-то коэффициент k на c, да? У вас получается вот такая прямая. Ну, вот, вы можете аналогичные вопросы ставить про вот этот угол. Вот, и тоже этот угол легко найти с помощью другой геометрической теоремы, да, а именно об угле методукасательной и хорной, да, потому что вот этот угол вдвое больше вот этого. Вот, а этот угол непосредственно находится, потому что это как раз вот arctandence, да? Если вы знаете уголкоэффициент, да? Вот, вот тангенс вот этого угла как раз, так сказать, будет определять вот этот угол, да? Так что вот этот угол вдвое больше, вот, так что разные геометрические теоремы, вот, так сказать, Шарыгин говорил, да, и не только, окружность – душа геометрии, да, окружность – треугольник. То есть вот соединив эти два простых объекта, можно поручать разные очень удивительные следствия. Ну, вот с помощью таких вот сюжетов можно привить любовь вашим школьникам к математике, вот, в каком бы классе они ни учились. Особенно приятно разбавить какую-то, там, подготовку к ЕГЭ вот чем-то красивым. Ну, и тогда вот еще один сюжет, не похожий на предыдущие, где применяется неожиданная геометрия. Вот, значит, вот такая текстовая задача. Значит, вот по дороге в одну сторону едут велосипедист и идет пешеход, сейчас я схематично это нарисую, велосипедист и пешеход, а в другую сторону едут машина и телега. Значит, сейчас я сначала прочитаю, потом повторю и нарисую какие-то картинки. Сначала велосипедист обогнал пешехода, произошло в 10 часов, через некоторое время встретил телегу, а еще через такое же время встретил машину. Машина сначала встретила велосипедиста, через некоторое время пешехода и через такое же время догнала телегу, и это произошло в 11 часов. Вопрос, когда пешеход встретил телег? Значит, ничего не дано, никакие скорости, ничего не известно, известно только в какой последовательности происходили встречи. И известно, так сказать, два момента встречи. Значит, наверное, для вас не секрет, что задачи на движение удобно изображать не всегда напрямую, а добавить еще одно измерение и нарисовать графики движения. Правда? Мы, наверное, так часто делаем. То есть, вот T, вот S, но это не пройденный путь, а это координата до какой-то точки. То есть, когда у нас путник идет из A в B, то мы его изображаем вот такой прямой. Допустим, это у нас пешеход, а дальше у нас есть велосипедист. Вот они где-то встретились. А машина и телега у нас идут в другом направлении, поэтому мы их рисуем прямыми уже с отрицательными угловыми коэффициентами в знак того, что их координата до какого-то начала координат уменьшается. Значит, итак, телега, вот у нее какая-то скорость не очень большая. Вот, и машина, у нее, соответственно, скорость в огонь. Так, и что она делает? Она сначала по условию встретила велосипедиста, затем пешехода, а затем телегу. Так, то есть мне надо нарисовать на одном расстоянии, да? Итак, вот у пешехода, и потом через, на самом деле, столько же встретила телегу. Вот, ну вот как-то так, значит, это у нас машина. Итак, значит, вот это у нас велосипедист, это машина, я с двух сторон буду подписывать. Так, значит, вот это телега, вот это телега, вот, значит, это у нас пешеход, медленный, да? И вот этот велосипедист быстрый. Вот, теперь, значит, еще раз условия. Велосипедист сначала обогнал пешехода, вот они, значит, двигались, и вот в десять часов он его обогнал. Вот, значит, замечательно. Потом он, велосипедист, через некоторое время встретил телегу. Вот это телега, вот она идет в этом направлении, вот движется, и, так сказать, вот велосипедист ее встретил. Потом через такое же время, то есть вот здесь по оси времени, да, прошло такое же расстояние, да? Ну, поскольку тут, если все подобно, да, то можно вот эти отрезки равными отметить. То есть потом он встретил велосипедиста. Велосипедист, простите, встретил машину, да? Итак, еще раз, велосипедист сначала встретил, обогнал пешехода, потом встретил телегу, потом через такое же время встретил машину. Машина встретила велосипедиста, мы не знаем во сколько, затем встретила пешехода, и потом в самом конце догнала телегу. И тоже за такое же расстояние, через то же самое время. И надо выяснить, когда велосипедист встретил, когда пешеход встретил телегу. Итак, пешеход и телега, вот, значит, вот этот момент неизвестен, а вот последняя машина и телега встретились в 11.00. А может, если они там не в начале пути прямо сразу пешеход встречают, или в 10 просто не говорится, что вот сколько-то прошел до этого? Нет, до этого предыстории неизвестно. То есть первое, с чего, кстати, все начинается, да, это вот известная отметка времени, это когда велосипедист догнал пешехода. То есть пешеход вышел, сзади него был велосипедист, и вот он его догнал. Это произошло в 10.00. Затем велосипедист встретил телегу. Вот он едет, а телега ему напротив. Вот он ее встретил. А потом через такое же время велосипедист встретил машину. Машина, значит, после встречи с велосипедистом, проехала какое-то время и встретила пешехода. Он пошел дальше, машина поехала дальше. Через такое же время машина догнала телегу. Вот видите, телега тут плюлась, машина быстрее, но вот, так сказать, у телеги была хора, но вот машина рано или поздно ее догнала. И догнала, наконец, в 11 часов. И надо из всего этого понять, так сказать, а когда, собственно, пешеход встретил телегу. Телегу. Вот. Вот. Давайте пойдем. Спасибо. 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 Медианы. Медианы, да. Медианы, да. Медианы, да. И мы знаем, что они пересекаются и делятся в отношении два к одному. . Замечательно. Замечательно. Значит, действительно, вот таким образом вот этот отрезок, это две трети вот от этого отрезка, да? Вот. Так. Значит, хорошо. Хватит ли нам этих данных, чтобы определить точку пресечения медиан, есть ли нам известные координаты двух вот этих точек? Да. Извините, пожалуйста. Стоп. А у нас треугольники немножечко неровные же у нас. Ну и чё? Медианы. Да. Движения прямолинейные. Да. Движения прямолинейные, да. Прямолинейные, да. Прямолинейные, да. Они просто ровные. Да. Они нужны. И с точки Т провести тоже. Да. У нас вот эти треугольники. Из какой точки? Т. Ну, не Т, а вот там с освещения телеги и велосипедиста. Телеги и велосипедисты. Телеги и велосипедисты. Телеги и велосипедисты. Вот это? А, ну да. Окей. За что? Мы хотим воспользоваться тем фактом, что в отношении 2 к 1 делится Вот можно два раза воспользоваться этим фактом Как вот эту точку найти? Нет 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 Вот это вы имеете в виду? Если это A, то тогда это A пополам, да? Давайте здесь 2A, здесь 10 это будет 0, 11 это будет 1, вот это 2A это A и соответственно вот это будет 1 минус 2A пополам Ну давайте здесь тоже двойку поставим, будет 1 единичный отрезок, 1 час это будет 2 единичных отрезка Тогда здесь у нас будет среднеатематическая A плюс 1, правда? 2A плюс 2 пополам, да? Согласны? И как же нам найти вот эту точечку? Может быть воспользуемся как раз тем, что медианы делятся в отношении 2 к 1 Ну тогда мы должны взять 2 3 от A плюс 1, да? Ну а с другой стороны 2 3 от 2A Ага, значит, вот так если посмотреть, вот отсюда, да? Вот она, это медиана, да? Вот, и значит мы должны взять 2 минус A к A прибавить 1 3 от 2 минус A, да? Вот, ну и получится то же самое, да? Да, значит, а почему это так? Ну потому что мы берем 2 минус A, да? Делим на 3, вот тут вот, да? Это 1 3, и прибавляем эту 1 3 к числу A Вот, значит, получается то же самое, у нас уравнение здесь не получится, и сразу на самом деле Нужно смотреть просто То есть другой стороны? Какая разница? А, да, да А, да Андрей, да А почему у нас здесь получается вот, например, A плюс 1, 2G минус 2A? Вот, вот здесь, да А почему так получается? А, сейчас, вот мы берем эту точку, да? Это среднеаритемическая вот этой точки и вот этой точки Среднеаритемическая середина, 2 плюс 2, 2 Вот, слушайте, да, возможно, значит, я, наверное, извините, не так переписал, да? Значит, тут нам не хватает данных, а вот если бы у нас, значит, если бы вот это, вот это число было 11, да? Если бы у нас, так сказать, вот надо спросить, вот надо задать тот же вопрос, но сказать, что в 11 часов машина встретила пешехода Машина встретила пешехода Вот если этот момент 11, да? Тогда действительно теорема о пересечении медиан, она сразу работает Вот, и тогда получается, значит, 10-40 Значит, я записал, действительно, ответ 10-40 Я помню, 10-40 Вот, и мне казалось, я правильно переписал, но я сейчас смотрю, действительно, такой ответ получается вот при таком пересечении Вот, так что, да, вот, а тут просто данных не хватает, да? Вот, но идея вот, что вот геометрическая теорема здесь вот такая, значит, используется Потому что, на самом деле, вот в таких задачах, наверное, мы их привыкли как решать? Нарисовать графики движений, да? Потом подписать уравнение движений и там приравнивать, да? Но вот иногда вступают в силу, действительно, чисто геометрические законы Вот, ну, отмечу еще, что вот задачу также можно решить Ну, вот все-таки вот этот момент 11.00 Вот, задачу можно, конечно, также решить, сев в телегу И смотря на все происходящее из телеги То есть считать, что телега, так сказать, чем это выгоднее, да? Что, ну, понятно, что скорости от этого не перестанут быть прямолинейными, да? Даже равномерные движения не перестанут быть равномерными, да? Графики не перестанут быть прямолинейными, вот Но на одного участника у нас будет меньше, вот Ну, и, в общем, можете попробовать, задача решается тоже таким образом Это, вот, можете на Problems.ru, то ключевым словам, например, найти Вот, там телега, так сказать, не так часто в задачах на движение используют телега, да? Вот, так что вот это одна из таких вот красивых задач Ну, есть там разные другие, да, где рисуются графики движений Вот, кто-то с кем-то пересекается, вот, и возникают, соответственно, подобные треугольники, действительно И вот такие соображения, конечно, часто используются, вот Ну, вот, наверное, тогда на этом давайте завершим Вот несколько таких вот сюжетов, где диаметрия помогла нам и передать Спасибо, если вопросы, пожалуйста Спасибо Спасибо